Может ли карточка с 2 опровергнуть правила? Нет, не говорится, что с обратной стороны четные карточки. Давайте просто рассмотрим глаз лучше. Вместо телефонов и планшетов задача повышенной сложности. В дни осенних каникул 125 зреченских школьников с 5 по 11 класс участвуют в сборах для высокомотивированных детей на базе лицея номер 230. Тема единая это созвездие будущих гениев. Приурочена она к тому, что 10 ноября будет Всемирный день науки. Дети разделены на несколько отрядов, как обычно. Один отряд это физико-математический. Туда приходят ребята с 8 по 11 класс и углубленно изучают математику и физику. Для них приглашены преподаватели из Москвы. Уроки для старшеклассников проводят преподаватели из Московского физико-технического института и высшей школы экономики. Столичные учителя стараются дать зареченским детям как можно больше новых знаний, которые смогут помочь им в решении нестандартных задач. Олимпиады требуют более высокого уровня. Школьный уровень у них хороший, но в любом случае олимпиадный он требует определенные приемы, багаж знаний определенный. Мы разбираем олимпиады различных торов, я им даю более сложные задачи, показываю определенные приемы и стараюсь какие-то общие концепции им дать. Физико-математическое направление не единственное в лагере. Старшеклассников знакомят и с основами предпринимательства. Как организовать собственное дело, построить бизнес-план и научиться зарабатывать деньги. Секретами успешного бизнеса со школьниками делятся зареченские предприниматели. Для ребят помладше тоже разработана индивидуальная образовательная программа, включающая в себя дисциплины по выбору. У меня тяга к физике. Почему такой стереотип складывается, что это больше мужской предмет? Ну почему мужской? Есть много ученых, женщин, которые многое достигли в сфере математики, физики. Мне больше нравится история, узнавать различные тайны о наших предках. На протяжении всей смены в лагере для высокомотивированных детей школьники будут проходить усиленный курс по различным дисциплинам. Это поможет учащимся зареченских школ показать высокий уровень знаний на предстоящих олимпиадах. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».